Задание номер 17 из единого государственного экзамена по математике. Решите неравенство. 2 в степени логарифм по основанию 5 от x в квадрате плюс x по модулю в степени логарифм по основанию 5 числа 4 меньше либо равно 2 умножить на 1 вторую в степени логарифм по основанию 0,2 от суммы x плюс 6. Перепишем. И запишем второе слагаемое по-другому. То есть поменяем основание степени, то есть вот этот модуль x, и число под знаком логарифма местами. То есть мы знаем такую формулу, я ее сейчас напомню. То есть формула такого типа а в степени логарифм по основанию b числа c, это все равно что c в степени логарифм по основанию b числа a. Основание степени строго больше нуля, c тоже строго больше нуля. Меняем местами, получаем верную формулу. То есть вот эта формула нам сейчас понадобится. Исходя из этой формулы, то есть по этой формуле мы можем переписать второе слагаемое в удобном для нас виде следующим образом. Первое слагаемое переписываем 2 в степени логарифм по основанию 5 от числа x в квадрате плюс, меняем местами основание и подлогарифмическое выражение. То есть тогда получается 4 в степени логарифм по основанию 5 от модуля x. Меньше либо равно. Что делаем в правой части? Во-первых, одну вторую записываем как 2 в минус первой. То есть получаем тогда 2 умножить на скобку в скобках 2 в минус первой. Во-вторых, вот это основание это 2 десятых. 2 десятых это все равно что 1 пятая. 2 десятых это все равно что 1 пятая. А 1 пятая это 5 в минус первой степени. А это значит, что вот эту степень у основания можно вынести перед знаком логарифма в знаменатель. То есть это будет единица разделить на минус 1. 1 разделить на минус 1. Но единица деленная на минус 1 это просто минус 1. Это значит мы просто минус 1 выносим перед знаком логарифма. Получается минус логарифм по основанию уже числа 5. Потому что 5 в минус первой было, минус 1 вынесли в знаменатель. И от суммы х плюс 6. Далее. А первое слагаемое пока перепишем. 2 в степени логарифм по основанию 5 от х в квадрате переписываем. Число 4 представим как 2 во второй степени. То есть получается тогда или сразу. То есть вот число 4 представляем как 2 во второй степени. Да все это в степени логарифм. Вот таким образом. А теперь при возведении степени в степени показатели степени перемножаются. То есть нужно 2 умножить на логарифм. То есть 2 умножаем на логарифм. Ну пока перепишем. То есть 2 умножаем на логарифм. То есть получается тогда 2 в степени 2 умножить на логарифм. Получается 2 в степени 2 умножить на логарифм по основанию 5 модуля х. меньше либо равно 2 в минус 1 здесь тоже у нас получается произведение показателей степени минус 1 да на минус логарифм получается плюс то есть получается меньше либо равно 2 умножить на 2 в степени уже с плюсом логарифм по основанию 5 от суммы x плюс 6 далее теперь что можно сделать вот с этим со вторым слагаемым число 2 можно убрать в степень модуля x будет модуль x в квадрате а что такое модуль x в квадрате модуль x в квадрате это тоже самое что x в квадрате поэтому модуль x в квадрате запишем как просто x в квадрате то есть тогда получается у нас что второе слагаемое вот это будет иметь вид ну подробно то есть два степени логарифм по основанию 5 от x в квадрате плюс 2 в степени логарифм по основанию 5 от x в квадрате то есть получили такое же выражение получается два таких выражения у нас будет и все это меньше либо равно 2 умножить на 2 в степени логарифм по основанию 5 от суммы x плюс 6 далее слева у нас приводим подобные слагаемые получается 2 умножить на 2 в степени логарифм по основанию 5 от x в квадрате справа получается 2 умножить на 2 в степени логарифм по основанию 5 от числа x плюс 6 вот почему мы нигде не писали область допустимых значений и так далее потому что пока остаются логарифмы никаких ограничений мы не получаем то есть у нас все переходы эквивалентные то есть не лишних корней не добавляется не появляются то есть не потерь корней тоже не происходит далее теперь на 2 можно обе части поделить делим обе части на 2 получаем неравенство показательное неравенство в основании число 2 а так как в основании число 2 то показательная функция возрастает а значит не знак неравенства для показательной возрастающей функции остается таким же знаком для вот этих показателей степени почему потому что функция показательная возрастает если основание больше единицы а значит большему значению аргумента соответствует большее значение функции наоборот получается мы можем вот эти двойки тоже опустить основания и знак неравенства для показателей степеней переписать тот же сам то есть получается тогда у нас что логарифм по основанию 5 от икса в квадрате будет меньше либо равен логарифма по основанию 5 от суммы x плюс 6 далее теперь у нас получается не логарифмическое неравенство по основать логарифмы по основанию числа 5 значит логарифмическая функция по основанию 5 тоже возрастающая функция а значит при опускании логарифма в знак неравенства для подлогарифмических выражений сохраняется но только теперь так как у нас был логарифм нужно обязательно не забыть добавить вот к этому неравенству которое получится то есть мы сейчас перепишем то есть у нас получается во первых x квадрат меньше либо равно x плюс 6 то есть мы опустили логарифм и знак неравенства для подлогарифмических выражений сохранили потому что логарифм был по основанию 5, а значит логарифмическая функция возрастала. Но только теперь, поскольку мы уже от логарифмов избавляемся, нам обязательно нужно дописать условия. Чтобы логарифмы существовали, нужно, чтобы подлогарифмические выражения были строго больше нуля. То есть в систему допишем это. x квадрат строго больше нуля и x плюс 6 строго больше нуля. То есть мы дописали условия существования логарифмов. Далее. Теперь решаем. Первое неравенство. Переносим все в левую часть и решаем обыкновенное квадратное неравенство. Тогда получается x квадрат минус x минус 6 меньше либо равно нуля. Второе неравенство решаем. x квадрат больше нуля. Вот это второе. Когда x квадрат больше нуля? На самом деле x квадрат всегда больше либо равен нулю. Поэтому если x не равен нулю, то квадрат любого числа неравного нулю всегда строго положительный. То есть если x квадрат строго больше нуля, то это означает, что x не равен нулю. Так и запишем. То есть отсюда следует, что x не равен нулю. неравенство решаем. Далее. И последнее неравенство решаем. 6 переносим вправо со знаком минус. Получается, что x больше минус 6. Идем дальше. Решаем первое неравенство. Можно решить или методом интервалов, либо по параболе. Находим корни этого квадратного трешлена. Потеряем в виде это легко. Находится кто не может через дискриминант. Корни получаются минус 2 и 3. Действительно, произведение минус 2 на 3 будет минус 6, а сумма с противоположным знаком коэффициенту при первой степени неизвестной. Переменная x. То есть получается корни минус 2 и 3. То есть сразу на числовой оси покажем эти корни. Корни минус 2 и 3. Минус 2 и 3. Точки закрашены, потому что у нас неравенство не строгое. Далее. Ну можно по параболе. То есть парабола. Это какая парабола? Ветви вверх у нее. Значит, по краям у нас положительный знак. Квадратный трехчлен принимает. А между корнями отрицательный знак. Нам нужно меньше, либо равно нуля. Это значит, что нас интересует промежуток от минус 2 до 3. И сразу покажем на числовой оси решение вот этих оставшихся выражений. То есть неравенство и одного и второго. Тогда у нас получается, во-первых, мы берем точку минус 6. И то, что справа нас все это устраивает. И выкалываем ноль. Ноль находится где-то между минус 2 и тройкой. Получается ноль выкалываем. То есть теперь находим пересечение этих двух промежутков. Вот если бы мы здесь нарисовали это пересечение, мы бы увидели, что вот то, что здесь, да еще выколоты ноль. То есть получается от минус 2 до нуля и от нуля до трех. То есть в пересечении у нас получается в итоге окончательное решение будет иметь следующий вид. Икс принадлежит промежутку. От минус 2 включительно до нуля. Ноль мы выкалываем. И от нуля до трех включительно. Задача решена. И этот результат нам осталось записать в ответ. Отпишем ответ. У нас получается от минус 2 до нуля. И от нуля до трех. Задача решена.